Империя, американскую империю, они еще, да, Фридман, глава Стратфорда в Чикаго в 15-м году официально продекларировал, что Америка — это империя. У империи нет друзей, да, у империи есть союзники или попутчики, и поэтому в свое время еще Китцезер сказал, что, очень мудрую фразу, что быть врагом США — это опасно, быть другом США — смертельно, потому что друзей нет, есть попутчики, расходный материал. Еврейцы многие на меня так сильно обижаются, когда я называю великое государство Израиль всего лишь инструментом империи и расходным материалом, который этот инструмент сейчас стал использоваться, ну и, в общем, расходный материал выпустит в расходы. Зачем он используется вообще? Зачем все это происходит? Ну, скажем так, то, что я вот говорю, вот этих своих, знаете ли, как я называю, изливание подсознания, я говорю, не просто так, просто когда люди спрашивают, а что там будет с СМП, что там будет с этим, с пятым, с десятым? Это, кажется, замечательно, интересно, прекрасно. Но вы не понимаете одной элементарной вещи, что мы входим в такой период, это краха империи, краха гегемона, что вы просто свои даже большие цифры на экранчике можете никогда не увидеться в карманчике. И к этому просто надо быть готовым. Из разговоров я говорю, что большинство людей, ну, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться. Ну, как всегда. Вообще не в курсе, что происходит, какие процессы происходят, как это все может быть свернуться. Дело в том, что почему в империи есть рассвет, да, в империи есть период могущества и период заката или разрушения. Я к историческим сейчас аналогиям не буду вас отсылать, там, к Римсказкам про Римскую империю и все, что там, про Китайские империи. Потому что, ну, это история, это, наверное, сказка, в большом счете. Просто, если вы себе это представите, как все развивалось, даже на примере США, это недавняя история, не будем сейчас трогать гражданскую империю США, которая тоже, на самом деле, сказочная. По одной простой причине, что, например, был в США прекрасный форум, называется Stolen History. На этом все время очень сильно поднялся товарищ, который сделал канал История Пи. Потом этот форум грохнули вместе со всеми архивами, ну, потому что там такое выкладывали. Так вот, на этом форуме было совершенно четко показано, что, во-первых, нужно понять, что гражданская война США велась в то время, когда уже была фотография. Так вот, ни одной фотографии битв, или южан, нет, в принципе, не существует. Все, что мы знаем, это картинки. А северян, пожалуйста, огромное количество. Ну, ладно, это такое лирийское выступление. Поэтому любая империя, это закат, рождение закат, например, были написаны тем же Ибн Халдуном, да, как там у него, при этом у нас Моджо. Он это по-другому называет. Но на самом деле, богатые времена или хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжелые времена, тяжелые времена порождают сильных людей, и сильные люди порождают богатые времена. Такой крупный ворот в природе. И, скажем так, неаконы в Штатах были всегда, но особая, скажем так, имперскость и расцвет неаконов, она приходится после краха совка. Когда Штаты победили совок, ну, не то, что победили, а он сложился сам в силу внутренних противоречий, которые еще были описаны товарищем фун Мидосом в конце 20-х годов прошлого года. И эту победу они приписали себе, потому что неаконы, это имперсы. Которые, в общем, вся политика сводится к тому, что США должны быть всегда сильным, США должны гегемонить любой точке мира в любой момент, не считаясь местными аборигенами. Интересы империи превыше всего. И они получили такой, знаете, свой момент славы. Этот момент славы длился у них больше 30 лет. И у них наступили хорошие, богатые времена для неаконов. Видите, как все прекрасно получилось, как все сработало. Поэтому не консерватизм, он есть путь в будущее. В результате все это породило слабых людей. В каком смысле слабых? Интеллектуально слабых. В том смысле, что они жили 30 лет без какой-либо борьбы, без какого-либо соревнования со стороны других блоков или других империй, гегемонов, если угодно. И, в общем, выродились. Потому что не надо думать, не надо анализировать. Ничего не надо делать. Потому что, вот если сравнить ту же Нудельман, которая пересидела, по-моему, 4-5 администраций, ну, вот я имею в виду, всех этих ее муженька, потом Кристаллов всяких, и заканчивая этим клоуном-блинчиком, и сравнить их, скажем, с тем, что он в свое время делал и писал Киссинджер, ну, не Киссинджер сам, а Рокфеллер, то вы сравниваете, ну, с толпой мыслей, которые планировал там на десятилетие вперед, и вот этих чудиков, которые живут тем, что планировали, условно говоря, их отцы-учителя, но не в состоянии адаптироваться под изменяющиеся условия. Вот эту невозможность адаптации и, скажем так, отсутствия когнитивных способностей, скажем так, мы видим, в общем, в том, что происходит в мире. Ну, любят разбирать кейсы стали, да, там, ну, давайте посмотрим, скажем, на ту клиническую ошибку, которую они сделали в феврале 22-го года, прошу прощения, в марте 22-го года. Штаты, они наследники Британии, на самом деле, многие геополитические трюки и тенденции у штатов идут со времен Британии. То есть, грубо говоря, штаты – это такой, если угодно, кулак Британской империи от ее остатков. Ну, в Британской империи фантомные, скажем так, боли от распада, потому что, если вы посмотрите, во что сейчас превратилась Британия с экономической точки зрения, с войной точки зрения, если из Британии убрать Лондон, Лондон-Сити, это будет Сидхолл Кампри, практически, как со временем мудрый говорил Трамп. Так, непонятные, деиндустриализованные, наполненные, хрен знает кем, какие-то островы без Лондон-Сити. Поэтому, во в чем заключается слабость морских империй, морских держав? В том, что они контролируют водные пути, они контролируют воду. Они не могут контролировать сушу. Поэтому всегда и политика британцев, и политика США, например, в той же Европе, и в Евразии строилась на простом принципе разделяя власть. В свое время Первая мировая война, хотя нам там марксисты или ленинисты учат, что вот она началась, потому что молодой немецкий капитализм, передел колонии, передел влияния, ну да, отчасти, но она началась. Но до этого были прекрасные родственные отношения между королем Британии, нашим последним Николаем и канцлером немецким. Он был им дядей. Они были братьями. Но, тем не менее, столкнули Германию и Россию. Ну, потому что союз Германии и Россию, он угрожал в принципе господству и гегемонии морских держав в то время Британии на евразийском пространстве. То же самое делается практически сейчас. Идея была в том, что рано или поздно постсоветское пространство нужно развалить, чтобы подобраться к Китаю со стороны суши. Потому что Китай уже тогда, они начинали понимать, что, в общем, на такой траектории развития он будет рано или поздно станет серьезным соперником США. Это первое. Второе, когда на территории одной большой страны образуется дофига всяких непонятных маленьких государств, ну, ими легче управлять, их легче стравливать, таким образом контролировать сушу, огромную пространство суши. Вот поэтому все это, на самом деле, началось в 92-м году. Ну, потом расширение НАТО, тому подобное, вы же ведь наверняка не спрашивали, если НАТО такой миролюбивый блок, и НАТО заточен на защиту Европы от страшного вот этого медведя, то почему, когда, скажем, предложил НАТО принять в себя Россию таким способом, в принципе, решить все проблемы империи по борьбе или по контролю Китая, империя отказалась? Почему? Ну, империи были другие планы на этой территории. Продолжение следует... Продолжение следует...